Дайджест недвижимости Дайджест недвижимости На рост тарифов на услуги ЖКХ выше размера инфляции будет наложен мораторий. Тарифы на услуги ЖКХ для россиян с 1 июля 2016 года не будут подниматься до экономически обоснованных. Рост возможен не выше инфляции и будет ограничен 4%. Об этом сообщил зампредкомитета Госдумы по жилищной политике ЖКХ Александр Сидякин. По его словам, такое решение было достигнуто на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. Такая мера запретит муниципалитетам кормить МУПы за счет роста тарифов. Коммунальные предприятия должны искать внутренние резервы экономии через энергоэффективные мероприятия и умерить аппетит в отношении ежегодного роста коммунальных тарифов, заявил Сидякин. Дайджест недвижимости. А теперь новости от наших партнеров. Ипотечная корпорация вводит собственные ипотечные продукты с крайне привлекательными процентными ставками. Особые условия ждут работников бюджетной сферы и молодежь в возрасте до 35 лет. Кроме того, участники программы «Жилье для российской семьи» могут оформить ипотечный займ по ставкам ниже рыночных. Полные условия предоставления займов, а также бесплатную консультацию вы можете получить по телефону 25 10 10 и по адресу Ленина 92. Ипотека предоставляется акционерным обществом КРИК. Средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла на 1,2% и составила 43 874 рубля. Самой дешевой квартирой, выставленной на продажу в прошлом месяце, стала однокомнатная квартира на улице Розу-Люксембург. Ее продавали за 630 тысяч рублей. Самой же дорогой стала четырехкомнатная квартира площадью 240 квадратных метров. Ее продавали за 17 миллионов. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости.